Несмотря на ряд ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией, День города Видное должен пройти на высоком уровне. Об этом заявил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский на ежемесячном расширенном оперативном совещании. Оно прошло в зале Центра культуры и досуга. В ходе совещания о текущей работе докладывали представители различных служб и учреждений городского округа. Особое внимание было обращено на дорожно-транспортную обстановку. В связи с началом учебного года участились случаи ДТП с участием детей. В каждой школе есть закрепленные либо педагоги, либо на уровне завучей, могу чуть ошибаться, те, которые отвечают за работу по безопасности дорожного движения. То есть нам сообщат ЕБДД, ну как минимум нужно посовещаться и выработать либо совместные какие-то мероприятия. Как начало года наступило, работа, видно, дети позабыли, скажем так, подзабыли. Ее нужно обновить и не допускать такого рода происшествия. Начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы доложил о горении мусора на территории села Беседы. Несмотря на предпринимаемые пожарными меры, горение продолжается. Работа наша осложняется тем, что у нас нет тяжелой техники. Вот хорошо с субботы начали уже работать, большое спасибо и ДОР-сервису, и ПТО ГХ, но тем не менее без гусеничного трактора мы не сможем победить эту ситуацию. После окончания совещания тогда, ну, во-первых, Сан Сергеевич, и все причастные к этому, вы не молчите тоже, потому что сначала первые 2-3 дня докладывалось в таком, что в лайтовом режиме сейчас прольют, да, все будет нормально. У меня в кабинете тогда всех причастных, Гравин, Гаврилов, то есть от вас все, кто нужен, и ДОР-сервис, от нас все дорожники, соберемся, и картинский отдел тоже сразу после оперативки. Андрей Асеев, главный инженер Видновского ПТО ГХ, который отвечает в том числе и за отопление жилых домов, отчитался о проделанной работе. Подготовка к осенне-зимнему периоду на текущий момент на 100% у нас завершена, сети, ЦТП и котельные полностью готовы, в настоящий момент проводим пробные топки. Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал о начале перехода медицинского учреждения, которое лечило больных ковидом-19 на обычный режим работы. По его словам, этот процесс займет не более 10 дней. У нас последний день, сегодня мы закрываемся и выписываем оставшихся пациентов, либо переводим оставшихся из человек, и затем будем размываться, то есть будет обработка, будут взяты все мазки, смывы, и по получению отрицательных результатов тогда уже начнем восстановить работу стационара. По окончании оперативного совещания Алексей Спасский призвал все службы тщательно подготовить Видное к празднованию Дня города. Это праздник для людей, праздник не для нас, и в общем-то все наши службы, дорожники, дорсервис, ПТО в своей части, управляющая компания, надо, чтобы все блестело до невозможности или даже лучше.